Окно возможностей для стартапов. Институты развития бизнеса объединены в единый орган. Сегодня с работой многофункционального центра познакомился временно исполняющий обязанности главы Чувашии. Принцип одного окна в работе с субъектами малого бизнеса, пожалуй, можно сравнить с приемом пациента в поликлинике. Тем, кто обратился сюда, дадут необходимые консультации, а в итоге выпишут рецепт, как открыть свое дело. В многофункциональном центре шесть некоммерческих организаций предоставляют свои услуги. От содействия развитию венчурных инвестиций до получения микрозаймов. Если у вас проблемы со сбытом продукции, мы предоставляем вам услугу, допустим, содействия в размещении на электронной торговой площадке. Или на выставках, или ярмарках. Или мы организуем деловую миссию для того, чтобы отправиться в другой регион и презентовать свою продукцию. Наша ключевая задача – увеличивать количество предпринимателей, масштабировать их бизнес, чтобы у них увеличивалась, соответственно, выручка, прибыльность, рентабельность. Первые месяцы работы многофункционального центра показали, насколько он был необходим. С конца прошлого года к специалистам обратились более 4000 человек. Временно исполняющий обязанности главы региона считает, что ключевая задача органов власти – сопроводить бизнес-проекты. Это залог экономического роста. Важно теперь, чтобы сюда пошел поток людей, которые хотят заниматься бизнесом. Важно, чтобы мы их каждого, скажем так, здесь встретили, сопроводили и в итоге получили конкретно реализованный проект. В ближайшее время мы предпринимаем серьезные меры по изменению ситуации в деятельности корпорации развития Чувашской республики. По статистике, из 6% россиян, планирующих открыть свое дело, только каждый третий доходит до конца. В развитии сферы малого и среднего бизнеса подобным центрам отводят особую роль. Олег Николаев, экономист по образованию, убежден, что для успешного стартапа важен вовсе не капитал, а грамотный план. Главный стартовый капитал – это компетенция человека в той области, чем он хочет заниматься бизнесом. А вот когда у него уже появятся средства, когда он наработает на этих компетенциях дополнительные деньги, там уже, когда он начинает новый цикл инвестиционного процесса, вот там, наверное, уже как раз появляется вопрос стартового капитала новых инвестиционных циклов. Обучающие программы для начинающих бизнесменов также разработаны специалистами центра. Мастер-классы, тренинги и семинары проводят в рамках национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства». В моем бизнесе предусмотрено, что будут участвовать в том числе специалисты, юристы, бухгалтеры, менеджеры, которые имеют опыт. И таким образом в этом доме «Мой бизнес» предприниматель почувствует, что его здесь ждут, что он нужен, что его идеи для республики важны. В развитии бизнеса важно указать на точку опоры и дать правильные ориентиры. Временно исполняющий обязанности главы региона поддержал инициативу одной из общественных организаций провести в республике форум женщин-предпринимателей, которые готовы поделиться своими идеями. Дмитрий Ковалев, Наталья Мальчикова и Андрей Спиридонов. Республика.